Итак, гильдия Дарк Старс, наступило время всем нубам познать тактику Ульдуара, а именно конкретного босса Алгалона. Вот сейчас я, воид ваш РЛ, ваш бомж, вагон и так далее, попытаюсь рассказать вам эту тактику и показать. Так как у вас не хватает ума написать в поисковике Алгалон, наблюдатель тактика, и прочитать эту тактику в разных написаниях, у вас наверное болят глаза, может быть у вас нет глаз, я не знаю. Поэтому будем надеяться на то, что у вас есть уши, так как вы в РК все слушаете и что-то пытаетесь делать. Поэтому тактику для вас я прочитаю. Ну вот, давайте посмотрим. Какие-то у нас есть сайты, да, и тут пишут про способности, про получение доступа к Алгалону. Давайте попробуем посмотреть. У Алгалона приблизительно 34 миллиона, но это так, вот 25 человек мы пытаемся убить, но не можем. Давайте посмотрим. Владеет двумя одноручными орудиями. Ну это для танков, там он быстро бьет по 27-15 тысяч. Звезды. 176 тысяч звезд. Тут у нас описание способностей и какой-то вот здесь нет картинок, но в другом сайте есть. Давайте посмотрим. Значит, призывать с неба дух бездны это 50 тысяч, 56 урона от огня. Это, конечно же, кара небесная. Красненькая метка на полу, все знают. Противникам наносится 20-21 тысяч урона от темной магии. Мгновенное действие. Это у нас взрыв звезды. Дальше бьет противника. Это обычная атака Алгалона. Она режется броней. Тяжелый удар. Так, что это? 8 тысяч. Это тоже атака Алгалона. Это фазовый удар, который стакается на танках. Это информация для танков. Если он стакается 5 стаков, то танк исчезает, появляется во тьме. На 4 стаках танки должны меняться. Друг за другом смотреть и танковать босса, водить как надо, как просят. Нанесение 100 тысяч урона, 112 тысяч физического урона. Применение 8 секунд. То есть он 8 секунд, это кастует. Берсерк. На бой всего 6 минут отводится, после чего Алгалон применит вознесение в небеса. Вознесение в небеса это ваншот. 700 тысяч урона, никто не переживает. Применение 2 секунды. Причем эта способность, по-моему, на весь инст действует. Ну, читать десятку мы не будем. Там просто немножко поменьше цифры. Давайте посмотрим, что нам пишут в таком вот стратегии. Фаза 1. Алгалон превращает место сражения в космос и немедленно начинает атаковать того, на кого он больше всего агром. Алгалон бьет очень сильно и быстро, часто использует квантовый удар на танке. Так что лекари должны держать его всегда на полном здоровье. Но это стандартно, это все должны понимать. Весь ДПС должен просто бить босса так сильно, как могут. Ставить Алгалона можно как угодно, поскольку у него нет рассечения или фронтальных атак. То есть нет клива. Каждые 15 секунд Алгалон использует фазовый удар на танке и призывает коллапсирующие звезды. Ну тут немножко не точно. Звезды призываются от одного до другого призыва звезд минута. А первый призыв через 15 секунд с пула. Так же и фазовый. А фазовый каждый 15 секунд. Когда на танке настаковывается... Настаковывается... Пять фазовых ударов Алгалон переключается на следующего по агро. Так что офф-танк должен вовремя его заталантить, а лекари должны быть готовы лечить офф-танка. То бишь второго танка, который на четырех стаках забирают. Алгалон постоянно использует фазовый удар, так что танки меняются до конца боя. На звезды нужно назначить 1-2 ДПСа. Здесь вот эта спорная цифра. Она может быть абсолютно разной. Зависит очень сильно от АЛЕ, от этих ДПСов, ну и от тактики. Тактика вообще есть как бы одна. Если этого не делать, то все звезды взорвутся одновременно и будет вайп. Все правильно. Потому что после взрыва одной звезды 20 тысяч по рейду проходит урон. Ну мы знаем, что у нас там по 30 тысяч, у танков там по 60. Поэтому мы будем вайпаться после взрыва двух звезд одновременно. Ну мы и вайпаемся. Лекари должны быть готовы, потому что при убийстве коллапсирующей звезды весь рейд получает примерно 16 тысяч повреждений. Да, тут уже с учетом каких-то резистов. Если танк не будет полностью здоров, то при взрыве под атаками он может умереть. Ладно, танки у нас там бисовые, 6,5 ДК. Но рейд у нас умирает все равно. 25 человек получают урон. После убийства каждой звезды появляется черная дыра. Дырочка такая черная, я потом на видео покажу. Видео появляют... Звезды появляются в течение всего боя до фазы 2. Их нужно постоянно убивать. Это очень важно. Тут написано постоянно убивать. Каждые 25 секунд обголон использует кару небесную на случайного игрока. В 25-ке их 3. 3 метки красные на полу. Появится красный круг, из которого все должны немедленно выйти. Иначе они умрут. После падения метеора наносится повреждение, зависящее от расстояния между игроком и местом падения. В версии на 25 человек падают, а например, 3 метеора, 3 разных игроков. Все. Значит, через 50 секунд после начала боя... Абголон призывает 3 живых созвездия, которые атакуют случайного игрока в рейде и могут танковаться. Когда живое созвездие заходит в черную дыру, созвездие умирает, а дыра исчезает. Должен быть ответственный за кайт живых созвездий в черные дыры. Идеальный рыцарь смерти, который притягивает живые созвездия по очереди. Каждые 90 секунд, это полторы минуты, Абголон читает 8-секундное заклинание Большой Взрыв, который убивает практически всех. Чтобы пережить это заклинание, все, кроме одного игрока, должны зайти в черные дыры. Внутри черные дыры по игрокам тикает примерно полторы тысячи урона магии и тьмы в секунду и будут элитные могы темная материя. Если все 25 человек войдут в черную дыру и рядом с Абголоном не останется людей, он использует Вознесение в небеса и убьет весь рейд. Один игрок должен остаться. Любой танк, кроме паладина, может пережить большой взрыв под кулдаунами. Также могут спасти крылья жреца. Жрец тьмы может пережить большой взрыв, используя свою способность к снижению урона. Точнее я вам скажу, это тучка. Для таких вот, кто не знает. Большой взрыв игнорирует эффекты иммунитета, такие как длань защиты, глыба льда и так далее. Баблы там, все это игнорируется. После большого взрыва игроки возвращаются в основную реальность и бой продолжается как обычно. По всей видимости, каждая черная дыра ведет свою вселенную, так что желательно всем заходить в одну и ту же. Но это не точная информация, можно в разные заходить. Это уже проверено. Вход в черную дыру также сбрасывает агро. Так что лучше всего, если снаружи останется танк с дебафом фазового удара, чтобы после выхода второй танк мог затунтить босса и ДПС мог не беспокоиться об агро. Ну, это как еще точнее вам объяснить. Танк, на котором стаки остается, и ему дают прожим. Либо зубы, и он еще что-то прожимает, либо крылья. Для этого должны быть соответствующие хилы в рейде. Фаза 2 это очень все просто. Так как по достижении 20% здоровья у алголона исчезают все коллапсирующие звезды, живые созвездия, и не появляются больше. Открываются 4 черные дырки. Ну, дырки, которые были исчезают, 4 открываются. Из них начинают выходить молы. Все продолжается. Также алголон бьет фазовым. Так, что тут? Вот написано. 4 черные дыры. Из них мобы выходят. Офтанк их ловит. Как бы там уже босс добивается. Там на 2% все. Бой заканчивается. Давайте посмотрим, что пишут на других сайтах. Просто здесь описание. Космический удар. Но это у нас Кара. Чтобы вы понимали. 50 тысяч урона, которая. Черная дыра. Вот она 16. Пишет это. Квантовый. Фазовый взрыв. Это по танку. Большой взрыв. Это 100 тысяч. Это суровый удар. Также очень важно, что здесь пишут. Звезды случайно перемещаются по карте. И их нужно максимально быстро разбивать. Это вот самое важное, что здесь есть. После смерти звезды на земле образуется черная дыра. Которой без необходимости никто не подходит. Необходимость это тот момент, когда Алгалон кастует большой взрыв. 100 тысяч урона, который ланшотает. Тогда подходят все к черной дыре, заходят туда и выживают. Потому что после каста все, кто были в темной материальности, они появляются обратно к Алгалону. Так, ну тут дальше ничего интересного. Здесь то же самое описание, только здесь есть картинки. Немножко о том, как получить доступ к нему. Вот вознесение в небеса. Это вайп. Это если все зайдут или берца будут. Кара небесная. Это все знают. Это красная метка на полу. Если вы стоите в эпицентре, в 6 метрах от точки красной. То вы взлетите вверх. Еще после того, как вы взлетите, вы после падения получите урон. Если вас не убьет 50 тысяч. Ну вот здесь также про звезды. И та же самая тактика. Точно та же самая, которая была вот здесь. То ли воврейдер скопировал тактику, то ли тот сайт скопировал с воврейдера тактику. Теперь посмотрим на видео, что и к чему. К примеру, возьмем, может быть, еще пару видео после этого. Значит, инсидия, гидия такая, против алголона, первая в мире. Смотрим. Продолжение следует... 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 расстоянии можно стоять это 10 15 15 метров скорее всего чтобы получить приличный урон но он захиливается очень легко так вот у нас дц хилит танка один уже мертвых есть ну не знаю почему он щитки не раздает может быть успех какой-то другой чисто на танках сидит скорее всего шаманы ну ведь скорее всего чайниками или были поднимают там по-моему одно дерево ну что я хотел сказать тактика рассказана прочитана все способности услышали все увидели как убивается самое главное когда вы приходите в рейд вы должны знать все это всю эту тактику все эти картинки просто посмотрите видео прочитайте тактику и тогда вы не будете тупыми вы придете в рейд и вам никто не скажет что вот вы нуб вам не дадут гп что еще вам сказать вас будут охотно брать брать в рейд и вы будете убивать этого уголона очень легко так как вы будете знать что надо зайти в черные дырки когда зайти что от красных кружочков надо отбежать как танкам меняться как хилить что звезды надо бить что не надо их не что не надо их бить тогда когда вас не просит в общем на этом все так что будем надеяться это видео вам поможет а 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 Продолжение следует...